Минфин не собирается ужесточать налоговую политику в ближайшие пять лет. Об этом рассказал Антон Силуанов. По его словам, если архитектура налоговой системы будет меняться, то только в пользу налогоплательщиков. Министр финансов озвучил мнение всего правительства на деловом завтраке, организованном Сбербанком. Мероприятие прошло в рамках открытия 16-го Петербургского экономического форума. Среди тем обсуждения зашла речь о нефтегазовом секторе экономики как главной бюджетообразующей отрасли. Министерство энергетического развития считает, необходимо готовиться к снижению как добычи, так и экспортных поставок. Мы, судя по прогнозам, входим в достаточно длительный период развития, когда у нас не будет расти добыча нефти. До 2007 года из 7-8% роста, 3% мы получали за счет наращивания экспорта нефти. В обозримом будущем экспорт нефти скорее будет иметь тенденцию к снижению. Минэнерго с такими прогнозами согласны и заявляют, снижение объемов добычи не избежать, если не изменить действующую систему налогообложения сектора. Может в ближайшие 10-20 лет произойти снижение объемов добычи нефти в России. По оценкам экспертов, это от 500 миллионов тонн до 370 снижения может составить. Я имею ввиду объем добычи, то есть снижение 130 миллионов тонн. И для того, чтобы это не произошло, я думаю, мы должны приложить существенные усилия для создания системы привлечения инвестиций в новые месторождения. В сложившихся условиях, когда стоимость нефти значительно сократилась, правительству необходимо изменить бюджетные траты и направлять средства только в том случае, когда цели четко определены и достигаются в ближайшей перспективе. А бюджетная консолидация должна стать жесткой. Мы должны научиться тратить деньги совершенно по-другому, не создавая в этот сложный период длинных обязательств. Поэтому есть у нас длящиеся обязательства, как вы понимаете, мы должны их финансировать. Но те инвестиционные расходы, которые предстоят, необходимо нам укладывать, постараться в один год. Есть доходная часть, расходуем. Нет, придется тогда жить скромно. Не зашла речь о приватизации госсобственности, в частности в транспортной инфраструктуре. По мнению министра транспорта Максима Соколова, приватизация компаний, не входящих в список стратегических, возможно, и будет проводиться. Что касается приватизации непосредственно и трансконтейнера, и Рожелдор проекта, то, безусловно, мы должны будем реализовать. И я надеюсь, что эту идею, я надеюсь, что это будет сделано в определенном обозримом будущем. В этом году главной темой Петербургского международного экономического форума станет эффективное управление. Этому же будет посвящено выступление Владимира Путина. Оно запланировано на 14 часов по московскому времени. Все материалы форума, прямые трансляции, пленарные заседания, круглые столы и бизнес-диалоги вы можете смотреть в режиме реального времени на нашем сайте вестифинанс.ру.